Добрый день, дорогие зрители! Сегодня на портале «Экзегет» мы с вами продолжаем цикл бесед о Святой Земле, о том духовном, о священном наследии, которым полна эта священная Святая Земля. И мы с вами беседовали о той наиболее важной для человеческого спасения, для души христианина проповеди, которая была произнесена Спасителем на берегах Галилейского озера, о проповеди Нагорной. Мы с вами вкратце разобрали хотя бы самую важную часть этой Нагорной проповеди, заповеди блаженств данной Спасителем. Но возникает закономерный вопрос для человека, который оказывается на Святой Земле и, естественно, хочет прикоснуться к земному проявлению того, где совершался божественный подвиг нашего Спасителя. Где же были произнесены слова этой Нагорной проповеди? Вот это вопрос, который уже не одно столетие занимает души тех паломников, умы тех паломников, которые посещают Святую Землю. И вопрос этот до сей поры остается без окончательного ответа. Сегодня мы с вами можем назвать, наверное, по меньшей мере четыре версии того места, где была произнесена Нагорная проповедь. Ну, первое и как бы самое очевидное место – это то, куда везут автобусами всех паломников, прибывающих на Святую Землю, или куда они добираются сами, если имеют такую возможность. Это окрестности Капернаума, холм, возвышающийся над берегами Галилейского озера, на котором сейчас построен францисканский католический монастырь, который, в общем-то, и посвящен заповедям блаженств, который посвящен вот этой Нагорной проповеди Спасителя. И поэтому и место это сейчас принято называть Горой Блаженств. Историческое название этой горы – Эремос, и под этим именем она была известна с довольно давних таких пор. Однако, надо сказать, что место это, в которое сейчас везут паломников, оно, несмотря на всю свою живописность, красоту, ради которой, собственно, и было выбрано для строительства монастыря, является в христианской традиции, ну, сравнительно новым. Дело в том, что еще в византийский период вот это место на Горной проповеди стали указывать неподалеку от Капернаума, от того города, куда стремились паломники, начиная, как мы знаем, с еще Блаженной Сильвии или Терри, или Герри, паломницы, знатной паломницы IV века, описывает это место и паломник Антоний из Печенцы, который побывал здесь в VI веке, и прочие паломники, которые совершали свое путешествие на Святую Землю. Однако, дело в том, что вот это место на Горной проповеди указывалось вблизи от Капернаума во многом из соображений удобства. Дело в том, что в Капернауме паломники могли найти ночлег, могли устроиться, могли найти в первую очередь условия безопасные для своего паломничества. Дело в том, что любое удаленное место, а по всей вероятности место, на котором произнес свою на Горную проповедь спаситель, принадлежал как раз-таки к числу таковых, оно в те времена не являлось безопасным. В Византийской Палестине бродили шайки разбойников, нападали на пилигримов евреи, которых в особенности много было в те века, в Галилее, которые относились к христианским паломникам зачастую с крайней такой нетерпимостью и пользовались любым случаем для того, чтобы их ограбить и нанести им какие-то телесные побои. С не меньшей злобой зачастую относились к ним самаряне, которые тоже жили практически повсюду вплоть до VI-VII веков и тоже зачастую проявляли такую нетерпимость по отношению к христианским паломникам, стремясь утвердить свое господство на всей Палестине. Поэтому устраивать какое-то такое место, в котором можно было бы вспомнить на горную проповедь Спасителя далеко от тех мест, где человек мог надеяться на помощь, на защиту властей, устраивать его вместе в совершенно таком уединенном, было просто небезопасно с точки зрения жизни и здоровья самих паломников. Поэтому довольно скоро сложилась такая христианская традиция, которая в одном месте сразу давала возможность православному паломнику вспомнить и возвышенные слова на горной проповеди, и чудо умножения хлебов и рыб, которые, в общем-то, евангельская традиция как-то связывает между собой. Но мы знаем, что, собственно, это чудо умножения хлебов и рыб произошло достаточно далеко от каких-то населенных пунктов, от Капернаума, в частности, да. Не указывается точное место, но из самого текста яствует то, что Господь не хотел отпустить толпы народа, которые его слушали, потому что они могли изнемочь в пути к ближайшему селению, под жарким солнцем, без пищи, без того, чтобы подкрепить свои телесные силы. Поэтому он и совершает это чудо умножения хлебов и рыб. И, конечно, современная гора блаженств, она никоим образом под это определение не подходит. От нее до Капернаума, ну, несколько сотен шагов, вряд ли кто-то даже, немощный старец или маленький ребенок, могли бы изнемочь, проделав такой сравнительно небольшой путь, к которому эти люди, безусловно, были привычны. Это были родные холмы и горы, по которым они ходили с достаточной легкостью в силу той привычки, которую приобретали с детства. Поэтому вот то место, которое указывали православным паломникам во времена боголюбивой Византии, оно, конечно, не являлось местом конкретно историческим, тем местом, на котором Господь совершил вот эти свои чудеса и произнес свою проповедь по всей вероятности. Но надо сказать, что и тогда византийская традиция указывала местом этой проповеди совсем не ту вершину холма, на которой ныне расположен монастырь на горе Блаженств. Оно находилось, в принципе, на той же горе, но намного ниже и намного ближе к берегу. Если вы захотите, вы сейчас, ну, те, кто имеет такую возможность, посетить Святую Землю, можете на этом месте оказаться. Для этого нужно от автобусной стоянки, которая расположена у Тапхи, Гептопигона, где вспоминается чудо умножения хлебов и рыб, вот перейти на другую сторону шоссе и подняться на холм по такой неприметной тропиночке, которая идет между кустов. Эта тропинка выведет вас на такую небольшую площадку, где сейчас установлен современный такой памятник поклонный, воспоминания чудес и проповеди Спасителя. И вот это было как раз-таки то первое место, на котором благочестивые византийцы, паломники со всех концов империи, за ее пределы, в которые приходили поклониться Святой Земле, вспоминали Нагорную проповедь Спасителя, вспоминали совершенные им чудеса. В византийское время там был построен небольшой такой монастырь, который около 1935 года раскопали ученые-монахи-францисканцы. Такой Бартоломео Багатти руководил раскопками. Ну и благодаря этой находке было решено устроить вот какое-то такое памятное место, какую-то святыню, монастырь, для того, чтобы и сейчас привлечь паломников, подобно некогда благочестивым византийцам, к поклонению, почитанию Нагорной проповеди и других чудес Спасителя, совершенных в этих местах. Но с просьбой о том, чтобы было спроектировано это новое здание, обратились к замечательному совершенно архитектору, католику итальянского происхождения Антонио Барлуци. На тот момент он уже был таким достаточно известным на святой земле архитектором. Ну это, надо сказать, вообще, конечно, уникальная такая личность, человек, который спроектировал, построил множество святых мест, которые продолжают радовать даже не, так сказать, католика, ну какой-то своей такой бережностью по отношению к священным образом, к святым местам, особенным таким чувством изящного, чувством красоты, которое он воплотил в своих архитектурных постройках и которое так не хватает, ну тому времени и тем архитектурным изысканием и поиском, в которые устремились католики после, так сказать, уже кончины Антонио Барлуци, когда, в общем-то, строение такого совершенно модернистского ключа и характера заполонили с собой святые места и, в общем-то, вызывают чувство по меньшей мере недоумения, когда ты оказываешься на них и видишь то, во что превратили современные католики эти древние христианские святыни. Вот Антонио Барлуци принадлежал как раз-таки к тем архитекторам, которые относились к святым местам со всей бережностью, старались воплотить в своих архитектурных проектах и традиции прошлого святой земли, византийские, крестоноские традиции старались отразить. Так что то, что они строили, получалось гармонично, получалось, в общем-то, как-то так изящно и, ну, можно сказать, со вкусом. Безусловно, этими чертами обладает и та постройка, которую возвел Антонио Барлуци на вершине горы Эремос, которая с тех пор стала называться Горой Блаженств. Этот монастырь он возвел совершенно на другом месте, не там, где располагался Византийский монастырь, поэтому мы можем сейчас уже говорить о нем как о такой второй версии Горы Блаженств. Он выбрал место, которое было, может быть, не совсем историчным с точки зрения традиции, но зато давало прекрасный вид, прекрасный обзор на окружающие красоты Галилейского озера и его берегов. Действительно, с этого места, которое он выбрал, открывается прекрасный вид, который сам по себе уже настраивает человека на восприятие красоты евангельского слова, евангельской проповеди. И в 1937-38 году по проекту Антонио Барлуци был построен вот этот очень своеобразный такой вот восьмиугольной формы храм, отчасти восходящий к византийским своим прототипам и отражавший как бы каждой своей гранью одну из заповедей Блаженств, которые изрек Спаситель. Надо сказать, что, в общем-то, память этого строительства может быть несколько омрачена для тех, кто осведомлен тем, что финансировали эту постройку в значительной степени тогдашние лидеры фашистского мира Муссолини и Адольф Гитлер, который, несмотря на то, что, в общем-то, не очень так это благоволил католикам и больше склонялся к каким-то оккультным воззрениям в своей жизни, но, тем не менее, тоже выделял финансирование на строительство этого храма. Оно шло довольно так нервозно, поскольку обстановка нагнеталась, чувствовалось то, что скоро начнется война. Палестина в то время, и эта часть, в общем-то, Ближнего Востока находилась в состоянии подмандатным, то есть управлялась Британской империей. Естественно, Британская империя не очень благожелательно порой смотрела на то, что здесь, в ее пределах, оказывает какую-то такую активность Муссолини и Гитлер. Поэтому постройка сопровождалась такими несколько трениями, переживаниями. Нужно было очень спешить, поскольку война стояла на пороге, вот-вот должна была начаться, нужно было успеть закончить ее до того, как разразится эта Великая война, которая разведет по разные стороны гитлеровскую Германию с Италией и Британскую империю, на тот момент обладавшую полной властью на подмандатной ей Палестине. Но, тем не менее, к открытию в 1938 году на этом храме успели еще повесить благодарственную табличку со словами благодарности и дучи Муссолини, и немецкому фюреру Гитлеру, ну, которую, естественно, потом уже после войны стыдливо сняли с этого храма. Вот, и вот это является таким вот историческим эпизодом существования этого во всех остальных отношениях, безусловно, святого места. Ну, впрочем, если не обращаться в своей памяти к этим историческим особенностям и подробностям земного строительства этой, в общем-то, вечной, неприходящей святыни, то, думаю, это как-то не мрачит наше восприятие и высоты на горной проповеди, и красоты этих мест, если мы вознамеримся и получим возможность его посетить. Сейчас монастырь этот управляется францисканцами, часть его относится к женской ветви этого ордена. Там довольно какое-то сложное такое подчинение, фактически там две общины уживаются на территории этого монастыря. И вот это в настоящий момент такая, ну, наиболее всем известная версия горы Блаженств. Но существовали и другие. Одной из них является гора Арбель. Это гора, которая возвышается как бы вот над, с одной стороны, городом Тетиверия, а с другой стороны вот примыкает тоже почти уже к окрестностям, ну, если не Капердаума, то, по крайней мере, древней Магдалы. И вот эта гора, она, когда подъезжаешь к ней со стороны Назарета, она кажется как бы разрезанной надвое. И существовала традиция, которая эту гору отождествляла также с тем самым местом, где Господь произнес свою Нагорную проповедь. По крайней мере, довольно многие паломники это место посещали. Трудно сказать, насколько это может быть достоверным, поскольку гора эта связана еще и с воспоминаниями другого рода. Дело в том, что на вот этом отвесной стене, которая как бы разрезает, вот обрезает собою обрывистая часть этой самой горы Арбель, на ней существовало большое количество пещер, которые, учитывая такую крутизну склонов этой горы, являлись прекрасными такими убежищами, в том числе для вездесущих и особенно распространенных почти во все времена на святой земле разбойников. Так что в какой-то момент в этих пещерных крепостях собралась целая армия этих разбойников, которые эти пещеры еще укрепила, обнесла стенами и создала вот такие вот как бы укрепления, в которых чувствовали себя совершенно вольготно, прятали свою добычу, укрывались от каких-то таких карательных экспедиций властей и выбирались на свое разбойническое делание, наводя ужас на все окрестные галилейские пределы. Но в 1937 году до Рождества Христова наместником Галилеи был поставлен молодой правитель Ирод, тот самый, который впоследствии в истории получит прозвище Великий, тот самый Ирод Великий, который избивал вифлеемских младенцев и строил, вернее, перестраивал храм Соломона во всей великолепии и красоте, а также совершил еще множество других и великих, и отвратительных деяний. Вот он, будучи молодым правителем Галилеи, решил так энергично взять все дело в свои руки. Помог ему в этом деле небезызвестный Марк Антоний, тот самый, который знаменит своей связью с Клеопатрой и вошел, так сказать, в этой связке, в такое общественное сознание достаточно многих людей. Вот укрепленные его войсками и собственными дружинами Ирод решил наконец-то положить конец бесчинству разбойников. Был это за почти 40 лет до Рождества Христова. И не имея возможности атаковать этих самых разбойников в лоб или идти на приступ этих пещер, он поступил совершенно другим, таким довольно оригинальным образом. Он занял самую вершину горы, на ней установил подъемные механизмы, а вообще, так сказать, инженерная жилка всегда в этом царе была очень сильна, и стал спускать такие железные короба, люльки, прямо на уровень входов вот в эти пещеры. Эти железные короба были полны римскими воинами, вооруженными длинными баграми, копьями, и этими длинными баграми и копьями просто выхватывали людей из пещер, прятавшихся там разбойников, сбрасывали их в пропасть, убивали, а также стреляли в темноту пещер из луков и достаточно быстро сумели очистить эти пещеры от разбойников, так что потом из этих железных люлик высадились и уже потом добили, истребили всех оставшихся разбойников, которые еще пытались спрятаться в этих пещерных закоулках. Так, с такой вот выдумкой энергии Ирод умудрился очистить эти наводившие ужас на окрестных путников пещеры от целой армии прятавшихся там разбойников. Сам он впоследствии также эти пещеры использовал как такой военный склад, разместил там гарнизон, укрепил эти жалкие стеночки, которые настроили разбойники и сделал там такую достаточно полноценную крепость. Сейчас ее можно осмотреть, если кто-то захочет там побывать, хотя внутрь не пускают, поскольку она такая довольно хлипкая. Но еще надо сказать, что даже в 17 веке сын такого друзского правителя Фахреддина, который в свое время взбунтовался против Турецкой империи, Алибек, он еще пытался руководить своим восстанием из этой самой крепости, которая с тех пор получила прозвище крепости Воронов. Но, к сожалению, или к счастью, трудно сказать, конец его был примерно таким же, как у этих разбойников, которые в свое время были уничтожены Иродом. Ну, вот эта крепость ее существования, может быть, является каким-то таким препятствием к тому, чтобы мы сейчас могли отождествить гору Арбель с именно той самой горой, на которой мог произнести свою проповедь Спаситель. С другой стороны, гора эта на самом деле очень велика. И если Спаситель находился на ее вершине, то, в общем-то, крепость эту небольшую, устроенную Иродом, никак нельзя было считать за какое-то селение, в котором слушатели его могли бы получить помощь, купить хлеба и поддержать свои телесные силы. Так что, в общем-то, гора Арбель продолжает оставаться в таком традиционном списке претендентов на историческое место произнесения на горной проповеди. Другое место, которое также является версией горы Блаженств, которое тоже почиталось таковой и византийский, и в крестононский период, и, что в особенности важно для нас, почиталось за таковое место русскими паломниками. Это гора, расположенная примерно в 10 километрах от современного города Тивериада, ну и древней, собственно, Тивериады, и которая называется Корнехитим. В переводе это означает «рога хеттов». Хетт — это такой народ, который с древности соперничал с египтянами за право обладания Святой Землей у Палестины, но, правда, это было еще тоже за полторы тысячелетия до земной жизни спасителя. И вот эта гора Корнехитим является тоже таким потухшим вулканом, и поэтому, если подняться на ее вершину, то очень легко себе представить действительно спасителя, произносящим там свою проповедь, собравшимся вокруг слушателям. Вершина этой горы — это как бы такой огромный амфитеатр, естественно созданный природой. Если в ее центре находится проповедник или, наоборот, стоит на одном из рогов, на одном из склонов, то остальные люди действительно могут с большим удобством расположиться вокруг него, так что он будет виден и, может быть, услышан большим числом людей, которые захотят ознакомиться, захотят услышать его божественные учения. Вот само устройство, сама, так сказать, географическая, вот такая ландшафтная особенность этой горы, Корнехитим, оно вот невольно уже вызывает воображение, в представлении человека действительно вот эту возможность того, что на ней проповедовал Спаситель. Расположена она в действительности достаточно далеко от каких бы то ни было населенных пунктов, и поэтому, в общем-то, вполне тоже может подходить на роль той самой горы, на которой была произнесена Нагорная проповедь. Склоны этой горы знаменательны еще тем, что 4 июля 1187 года на них потерпела сокрушительное поражение армия войска крестоносцев. Фактически было положено окончание Иерусалимскому королевству, которое просуществовало менее 100 лет на Святой Земле, последний король этого королевства Гида Узиньян, вместо того, чтобы оборонять крепости Пфорис, в которой стояли его войска, движимые, может быть, каким-то порывом, поскольку знаменитый правитель турок-сельджуков на салах один, взял в осаду город Твери, и там находилось достаточно много представителей христианской рыцарской аристократии, в том числе графиня Трипалийская находилась в осаде. Может быть, Гида Узиньяном достаточно молодым человеком двигали какие-то такие рыцарские, богородные чувства. Может быть, он рассчитывал на то, что в открытом бою конница рыцарей тяжелая способна донести намного больше урон войску противника, чем в запертии в крепостных стенах, но он совершил вот этот достаточно трудный переход от Цепори до Тиверии. Однако на склонах горы Корнехи-Тим его уже поджидало огромное войско Салахаддина. Ну вот, если кто-то смотрел небезызвестный фильм Ридли Скотта «Царство небесное», там, конечно, все обстоятельства этого похода чрезвычайно перевраны. Во-первых, переход был, конечно, не таким огромным от Сипфориса до Твери, ну, всего-то километров 30, максимум 40. Это совершенно, в общем-то, это, конечно, не такое большое расстояние, которое показано в этом фильме, где там эти утомленные рыцари идут под палящим солнцем по совершенно выжженной Иорданской или Марокканской пустыне, где там их снимал Ридли Скотт. Конечно, Галилея совершенно не такова. Это такие живописные холмы, покрытые растительностью, которая в зимний и весенний период вполне себе такая зеленая и яркая. Но, конечно, 4 июля она была выжженной, желтой, везде колосились, так сказать, уже созревшие поля, а через них шло крестоноское воинство. Ну и, в общем-то, мучилось от жажды, потому что действительно источников воды для такой огромной армии в окрестностях просто не хватало. Они надеялись укрепить свои силы, выйдя к Галилейскому Тивериадскому озеру, но именно этого им они дали сделать. Так что, выйдя как раз уже в прямую видимость берегов Галилейского озера, крестоносцы вынуждены были сначала выдержать тяжелейшие бои с превосходившими по численности войсками Салахаддина, свежими, отдохнувшими, не совершавшими никакого такого перехода. И разгром, конечно, был ужасный. Все склоны горы Корнехитим были усеяны павшими рыцарями. И, как пишут хронисты того времени, во всем войске Салахаддина не хватало веревок для того, чтобы связывать пленных рыцарей. Был захвачен и сам король Гидаузиньян, и весь цвет тогдашнего рыцарства, ну, правда, поступили с ним достаточно благородно. Довольно скоро многие из этих рыцарей оказались на свободе, благодаря, так сказать, тем очень действительно в полном смысле рыцарским отношениям и этике ведения войны, которые тогда существовали по обе стороны фронта и были, в общем-то, свойственны и крестоносцам, и их противникам. И на этом, в общем-то, кончилась история Иерусалимского королевства как независимого государства с центром в Иерусалиме, но не кончилась история пребывания крестоносцев на Святой Земле. Одной, собственно говоря, может быть, еще из тех соображений, в которых рыцари видели залог своего успеха, было как раз таки то, что эту гору Корнехи-Тим, они отождествляли с горой блаженств, и вот в этом бою их укрепляло сознание того, что они бьются за такую святыню христианского мира и непосредственно на ее склонах. Однако, к сожалению, это не спасло крестоноское воинство от того поражения, которое оно тогда потерпело. Но впоследствии тоже, поскольку гора эта находится, как мы уже сказали, довольно далеко от населенных пунктов, там только бедуины и друзы пасут свои стада, надо сказать, что у друзов на противоположном склоне этой горы расположено их святилище, они считают, что там похоронен тесть Моисея и Афор, которого они называют Ятра. Почему-то они считают, что он жил именно в этих местах. Но паломникам было достаточно трудно в определенный период добраться, посетить это место, трудно было чувствовать себя там в безопасности. Поэтому такое его почитание, как горы блаженств, возобновилось в основном уже в XIX веке. И многие русские паломники приезжали к этой горе, приходили и в память о чуде насыщения хлебами и рыбами спасителем своих слушателей устраивали здесь какую-то свою небольшую скромную трапезу на этом месте, молясь, благодаря читая Евангелие, вознося свои молитвы. И вот благодаря этому мы сейчас с вами, так сказать, располагаем еще одной тоже исторической версией горы блаженств. Ну, впрочем, может быть, на этом наш поиск горы блаженств и не окончен. Может быть, можно назвать и другие претенденты на это качество. Но вот история дает нам в основном вот эти четыре варианта горы блаженств, из которых один является, наверное, наиболее поздним, тот как раз таки, в который возят паломников сейчас. Но как бы то ни было, наверное, вот такая конкретная историческая привязка к тому или иному холму, ну, не имеет уж такого решающего большого значения. Если мы хотим с вами вспомнить возвышенное учение Спасителя, вспомнить его Нагорную проповедь, вспомнить те чудеса, которые он совершал, наверное, все окрестности Галейского озера, все эти благодатные горы, холмы, которые его окружают, являются носителями вот этой божественной благодати в том случае, если человек носит благодать в своей собственной душе и готов и рад получить тот земной отзвук давно прошедших, но вечно пребывающих с нами событий, которые до сих пор слышно раздаются в этих благодатных местах окрестностей Галилейского озера. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok